Я рад вам представить доброволец из Сербии, капитан гвардии мотострелкового батальона народной милиции ДНР, Братислав Живкович. Братислав, вопрос к вам. Вы сейчас гвардии капитана российской армии, да? У вас российский паспорт. Приехали вы в Крым в 2014 году. Какая у вас стояла задача? Начало. Спасибо на приглашение. Но я бы, если можно, 30 секунд и один минут, как наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, рассказать чуть-чуть историю. Вы не против, да? Да, я не против. Разве могу быть против? Так, в мире нет такие страны, которые любят Россию, кроме Сербии. Вы Сербию называете дружеской страной, братской страной, но для нас, сербов, нет такого понимания. Для нас, сербов, Сербия и Россия – это одна страна. Понимаете? Наши связи с Россией очень глубокие. Многие Сербии оставили большой шаг в русской истории. Могу сказать, это бабушка славного царя, Ивана Грозного. Била сербка, Анна Якшич, например. Но я хочу задржаться на 1878 год, когда в Сербии была сербско-турецкая воина. Первая сербско-турецкая, так называемая, воина. Тогда на помощь Сербии пришло 6 до 7 тысяч русских добровольцев. За эту войну даже Пушкин, не Пушкин, а Чайковский написал очень известный, меня непонятно, по чему в России называется славянский марш, сам Пушкин назвал этой марш сербо-русский марш. На этом месте, где стражались русские добровольцы, я родился, тут, на этом месте, воевал и полковник Раевский, и Заня Каренина, если читали эту книгу, он представлен как гроф Вронский. Когда он был смертельно ранен, он сказал, пожалуйста, мое сердце оставьте в Сербии. И его бабушка пришла, забрала тело, но мы, Сербии, до сих пор охраняем его могилу, где находится его сердце, в монастыру света Романа. Что хочу сказать. Тогда был командир всесербской армии, рус, славный, тигр Сибира, генерал Черняев. Значит, я вырос на это место, где слушал, как русские в своей жизни пришли дать за свободу Сербии, что очень важно. Единка деталь, которую хочу здесь вам показать. Здесь видите, на моем шевроне, череп. Что он означает? Многие сегодня пугаются этого знамения, но это русское знамение. Гроф Вронский, то есть полковник Раевский, когда пришел воевать за Сербию. Он тогда создал один отряд, как называем он, спецназ сегодня. И назвал этот отряд, отряд посвящен смерти. И за свой флаг забрали флаг сильного атамана Бакланова. А флаг атамана Бакланова, это черный флаг с Адамовым головом, на коме пише «Чай о воскресенье и мертве, жизнь и будущее века. Амин». Мы спросили, то есть Сербии того времена, спросили «А что это значит?». А они сказали «Это значит, что мы готовы и свои жизни дать за вашу свободу». Мы тогда полюбили этот флаг и это знамение. Изделали свою вариацию этого флага, на коме тоже стоит черный флаг с черепом, на коме пише «С вером Бога, свободу или смерть». Сегодня сербские добровольцы носат этот череп как знамение, что и мы готовы дать жизни за свободу русского народа на территории Украины. Так, когда началась русская весна на Криму, я очень, очень быстро собрал свои друзья и мы поехали на Крим. Тут нам помогал человек, очень сильный, именом Ян Гагин, который сейчас советник главы Республики, Донецкой народной республики. И мы присоединялись, что это история, казаччем пулку, который называется именом Атаман Бакланов. Так, да, мы стояли на блокпосту в Бахчисарайу, помогали оборону города Севастополя, а потом пришли в Луганск, сербские добровольцы, и я тут тоже могу очень большую историю, но я прекращу, потому что Луганск находился на территории сербской республики, которая называлась Славяно-Сербия, а всем известен сейчас город Артиомск, либо Бахмут, был административный центр сербской республики. Ну, закончим здесь. Очень хорошая подготовка историческая у вас, очень хорошая. Так, я не тратил время на Донбассу, я сейчас поступил на магистратуру на Донецком государственном историческом университете, тогда эта история моя любовь. И знаете, вы молодые люди, если вы не знаете вашу историю, у вас нет будущего. Ну, и все же, если можно ответить на мой вопрос-то, собственно, когда вы оказались в Крыму, какая задача стояла перед вами? Наша задача была по битве в обороне города Севастополя, и самое важное было, чтобы привлекали страны журналисты, потому что мы знали, было информация, что украинские нацисти хотят сделать разные теракты, и за это было нужно, чтобы журналисты постоянно были на нашем блокпосту, где мы, серби, стоим. Если что случится, чтобы сами эти иностранные журналисты были свидетели того, что это не сделали русские, потому что Бахчисарай, это территория, на которой живут кримские татари. Но, когда они спросили, у меня там очень много интервью, по чему серби, как вы, серби, пришли тут, поддерживаете separатизм Крима с Украины, а говорите, что Косово и Метохия не имеют право на независимость. А я тогда ответил им, что они тоже историю не знают. Мы возвращение Крима в Руси видим как сигнал за будущее, где Косово и Метохия снова станут полноправным честом Сербии. И это был мой ответ на них вопрос, потому что кто-то там давно украл Крим в России, так и украли Америкосы нам Косово и Метохии. Крим возвращается, и Косово и Метохия возвратятся в Сербию. Братислав, можно ли к вам вернуться? Я знаю, что вы получали уже несколько ранений, да, и сейчас у вас очередной этап реабилитации, правильно я понимаю? Готовы ли будете вернуться обратно? Ну да, я три раза легче ранен, сейчас четверто ранение было чуть-чуть тяжело, много, но знаете, я возвращался и первый, второй и третий раз. Сейчас ожидают через полтора месяца, можно два, что снова буду строить, потому что это надо закончить, эту войну. Мы, Сербия, специально воюем, потому что мы знаем, что эта война не только для России, но и для Сербии, за Сербскую Косову и Метохию тоже воюем, за правду в миру воюем, за это изменение, где будет услышать голос и других народов, а не только гегемония этих Америкоса и их колония. Я называю Евросоюз колонием, к сожалению, брат твоя Германия тоже колония американская, они все слушают, что другие говорят. И мы воюем за правду в миру и за все, что будет уследило после русской победы на Донбассе. Спасибо. Добрый день, дорогие герои, спасибо вам большое за эту возможность. У меня факт, то, что у всех произошла переоценка ценностей у вас, у нас здесь происходит на фестивале, когда мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, в какой момент вы можете разделить свою жизнь до и после? Что такое произошло? Вот этот переломный момент, пожалуйста. Тут кто хочет, ответьте. Так, что могу сказать, мы, с стороны Сербии, мы, Сербии, у нас уже все это произошло. Знаете, НАТО начало войну и бомбили Сербию без разрешения Савета безопасности, Организации Объединенных Наций. Они себе у этого момента чувствовали так сильно, что они могли делать все что хотят в мир. На данный момент они подумали, что могу сломать и Россию. На Ани, конечно, не знают историю. Знаете, там люди на Западу раздраждают се и учат только их историю. А что сказать про американскую историю? Каждый третий дом Сербии старший, чем целая история Соединенных Америчных Штатов. Так да, хочу сказать, да у нас, когда Россия начала началась Российская весна, все Сербии были, как да кажем, сердце такое. Мы знали, что будет этот конечный бой. Сейчас этот конечный бой, я говорю снова, не только за Россию, но за целый мир, за правду мира, справедливость. И потому никто никогда не победил Россию. И в каждой генерации рождая се как такой дурак, который думает, что может сломать эту страну. Меня тоже запрещено выезд на 15 лет в все страны НАТО. Но я скажу, а зачем меня одна Русия большая, как пять Европы, как 55 Германии. За целой жизни не можешь посмотреть одну треть Россия. Потому можем мы жить без них, они не могут без нас. И когда на концу они увидят, что ничего не могут сделать, они сами приедут к России и скажут, пожалуйста, простите нам наши дурацкие ошибки. И я знаю, что это будет. Спасибо. Спасибо. Ну и по следам ответа я тогда спрошу, вы уже упомянули бомбардировку НАТО, когда уничтожали, просто Югославию уничтожали. И, собственно, у меня вот такой вопрос. Если бы мы в Донбассе не дали отпор, какая участь была бы у русских земель? Это абсолютно, абсолютно всем было понятно. Знаете, они начали, это был эксперимент на Югославии. Начали с религиозным потоками, национализмом и потом разделили Югославию. А как Сербию в Европе называют Мала Россия, начали разделять потом и Сербию. Когда увидели, что это можно, к сожалению, тогда в России был Борис Ельцин и он что-то и не занимался нашей стороной, но с другой стороны русские добровольцы приезжали и воевали. Я их знаю, я могу сказать цитируючи одного русского добровольца, который потерял глаза на Косовом Итохии и нему когда сказали, тебе жалко глаза, что ты потерял него. Он говорит, не, не, я не потерял глаза, я просто оставил него там и я возвращался за него. на Косове и Ветохии. Потому, если Русия не би реагировала, как реагировала специально военной операции, знайте, чтобы мы сейчас здесь сидели под нарядами. И мой брат Рафи правильно говорит, что да, люди привлекают на это после времена, но зачем нам привлекать? Нам надо забрать победу в своих руках и показать, что это такое Россия. Большое спасибо. Еще, да, пожалуйста. Я хочу дать им пример из своей жизни. Когда получил ранение, потом я пришел дома, зашел в магазин, ну, от детям, как и дужный быть. Зашел дома, пошел в магазин, стал в очеред перед кассой, передо мной был один мальчик, ну, там, может, девять лет, я не знаю, десять. У него была одна шоколадка, он видел, я был гражданской, я не был в общей военной. Он видел, что я тяжело ходил там, и он сказал, ну, пожалуйста, пожалуйста, пропустил меня. Я, ну, так симпатично, я все хорошо, давай, я заплатил все и сказал на кассе, ну, давайте эту шоколаду тоже заплатим этому мальчику. А мальчик так держал у себя, оно было там 10-15 рублей, можно 20. И он сказал, спасибо, спасибо, взросил свою шоколаду и знаете, что он сделал? Бросил тих 15 рублей в кассу помощь дети Донбасса. Я, я тогда увидел это за что я воюем, и это надо русскому народу, и это будушность русского народа. Спасибо. Николай, Рафи, Братислав, Милан, Милан, знаете, я, меня, наверное, поругают в эфире за то, что я так фамильярно скажу, но, может быть, зал поддержит. Мужики, спасибо. Спасибо. Я хочу напомнить. АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ, Продолжение следует...